На первый взгляд, мир насекомых может показаться миниатюрным и не таким уж опасным, но в действительности здесь ведется настоящая химическая война. Например, жук-бомбардир всего около 1 дюйма в длину способен превращаться в живую лабораторию. Внутри скрыты две камеры с химикатами. Одна с перекисью водорода, другая с гидрохиноном. При атаке хищника жук соединяет оба вещества, в результате возникает бурная химическая реакция. Выбрасываемая смесь нагревается почти до 210 градусов по Фаренгейту и выбрасывается с громким хлопком прямо в лицо врагу. В лесах Амазонии этот жук даже отпугивает таких хищников, как пауки и лягушки. Но если посмотреть по сторонам, химические ловушки встречаются у самых неожиданных представителей насекомых. Муравьи-бульдоги из Австралии вонзают в кожу жертвы жала и запускают коктейли с токсинов, вызывающих немедленный паралич. Пчелы-убийцы защищают улей, нападая целыми роями и вводя жертве смертельную смесь феромонов и яда. Даже крошечные колорадские жуки способны выделять ядовитые алкалоиды, отпугивая птиц и мелких млекопитающих. Самой необычной химической защитой обладают некоторые виды гусениц. Гусеница шелкопряда, например, покрыта крошечными волосками, которые при раздражении выделяют токсин. Для мелких хищников такие волоски становятся смертельной ловушкой. А азиатские жуки-пожарники используют блестящий оранжевый цвет как предупреждение. Их тело пропитано токсинами, вызывающими ожоги при контакте со слизистыми. Все это лишь малая часть того, на что способны животные ради выживания. Но химические ловушки далеко не единственный трюк. Иногда, чтобы спастись, достаточно просто прикинуться мертвым. Имитация смерти, фейковые трупы и обман хищников. Среди всех необычных трюков в дикой природе искусство прикинуться мертвым занимает особое место. Представьте себе, кролик или опоссум, осознав безвыходность положения, вдруг замирает и превращается в абсолютно неподвижный труп. Это не просто паника, это точный, отточенный до автоматизма инстинкт. Крупные американские опоссумы, например, способны оставаться в этом состоянии до 40 минут. Их дыхание почти незаметно, глаза закатываются, а изо рта начинает выделяться пенистая слюна. Даже запах тела меняется. Выделяются особые вещества, от которых хищник нередко теряет к добыче всякий интерес. Птицы тоже не отстают. Таких мастеров притворства, как перепела, трудно отличить от настоящих жертв. Если к гнезду подходит опасность, взрослый перепел внезапно роняется на бок, расправляет крылья и замеряет на несколько минут. При этом сердце продолжает бешено биться, но внешне птица выглядит совершенным трупом. Такой трюк спасает от змей и других умелых охотников. В мире насекомых этот прием встречается не реже. Жук-некрофор, едва заметив приближение врага, моментально падает на спину, поджимает лапки и не двигается, как бы его не трогали. Иногда для пущей убедительности выделяет дурнопахнущую жидкость, усиливая иллюзию смерти. А некоторые пауки даже меняют окрас, бледнеют, перестают реагировать на свет и запахи, чтобы казаться окончательно мертвыми. У змей наблюдается самый жесткий вариант такого поведения. Восточная гадюка Хогнос, обитатель юга Соединенных Штатов, не только притворяется мертвой. Она выворачивается на спину, раскрывает рот, высовывает язык, а изо рта идет пена. Даже если потревожить змею, она не реагирует. Этот спектакль настолько убедителен, что даже собаки с опытом охоты предпочитают оставить гадюку в покое. Но если некоторые животные предпочитают затаиться, другие делают ставку на удивительные союзы и дружбу с абсолютно неожиданными помощниками, чтобы выжить там, где, казалось бы, нет шансов. Неожиданные союзы между разными видами. В самой гуще Африки разыгрывается сцена, в которую сложно поверить. Огромный носорог неспешно идет по степи, а на его спине устроились крошечные птички волоклюи, каждая размером чуть больше 6 дюймов. Эти маленькие пернатые не просто пассажиры, они постоянные спутники носорогов и буйволов, благодаря которым животные избавляются от клещей и насекомых. Волоклюи выщипывают паразитов прямо из кожи, за что получают питание, а взамен предупреждают хозяина громким писком о приближении хищников. Зафиксированы случаи, когда стая волоклюев спасала целое стадо, подняв тревогу раньше, чем даже сторожевые антилопы. Похожий альянс можно наблюдать на рифах Тихого океана. Креветки-чистильщики суетятся вокруг рта огромных мурен и групперов. Хищные рыбы, которые легко могли бы проглотить креветку, наоборот, замедляют движение и открывают сервис, позволив креветкам заползти в пасть и вычистить остатки пищи. Пока креветка внутри, хищник не нападает и полностью доверяет своему миниатюрному партнеру. В тропических лесах Амазонии муравьи-листорезы и миниатюрные мухи обитают рядом. Когда муравьи выходят на поиски листьев, мухи всего около четверти дюйма садятся на их спины. Казалось бы, вредители, но именно мухи спасают муравьев от паразитических ос, отпугивая их резкими движениями крыльев и громким жужжанием. Благодаря такому необычному альянсу муравьи способны пересекать открытые пространства, не опасаясь нападения с воздуха. Еще один невероятный союз формируется под водой – гигантские акулы и крошечные рыбы-прилипалы. Для рыбы длиной всего лишь несколько дюймов – это идеальная защита. Никто не осмеливается атаковать такую мишень. А прилипала поедает остатки пищи и бактерий на коже акулы, очищая от паразитов. Взамен акула получает чистую кожу и меньше шансов подхватить инфекцию. Даже во враждебном мире насекомых встречаются настоящие союзы. Некоторые виды муравьев защищают тлей от других насекомых. А тли платят муравьям сладкими выделениями, которые можно сравнить с миниатюрными порциями меда. Взамен муравьи яростно отбиваются от божьих коровок и паразитических ос. Подобные союзы встречаются повсюду – от саван до ледяных морей. Однако иногда животным приходится полагаться не на друзей, а на невероятную гибкость собственного тела, чтобы пройти сквозь препятствия, которые кажутся абсолютно невозможными для их размеров. Пластичность тела. Как животные проходят сквозь невозможное, когда дело доходит до выживания, некоторые животные способны буквально изменять форму своего тела, чтобы выбраться из самых немыслимых ловушек. Спрут, чья длина достигает до двух футов, может пролезть в отверстие размером с четвертак, потому что его тело не содержит ни одной кости. Даже самый крупный экземпляр способен протиснуться между камнями и внутри узких расщелин, где хищники и человек не могут его достать. Присасываясь присосками к любой поверхности, спрут легко меняет направление и мгновенно маскируется, затерявшись среди водорослей и кораллов. У змей гибкость достигает настоящего апогея. Королевские питоны, обитающие на юге Африки, могут проникать в жилища грызунов через тоннели шириной всего в дюйм, а затем разворачивать массивное тело, охватывая улов в тесном пространстве. Их мышцы устроены так, что позвоночник сгибается без помех, а чешуйки цепляются за любые неровности. Есть и менее известные мастера пластичности – летучие мыши, чей череп легко сжимается в два раза, чтобы проскользнуть в щели чердаков и пещер толщиной в четверть дюйма. Их кожа между пальцами растягивается словно резина, позволяя животному буквально втягивать крылья, чтобы пройти между камнями и корнями. Стрекозы и многие жуки могут складывать крылья вдоль тела настолько плотно, что становятся похожими на небольшую палочку. Это спасает их от хищников, которые не способны просунуть клюв или лапу в такие укромные щели. Некоторые мотыльки, например, из семейства углокрылых, способны даже временно разъединять суставы на лапках, чтобы вытащить себя из паутин и ловушек. Земноводные, такие как древесные лягушки, покрыты специальной слизью. При опасности они могут выскользнуть из захвата змей или птиц, даже если лапка уже оказалась в клюве. Их кожа растягивается, а внутренние органы распределяются так, чтобы лягушка проходила даже сквозь узкие трещины и камыши. Даже обитатели океанов, вроде Мурин, умеют втягивать ребра и сжимать тело до предела, пробираясь в самые тесные щели коралловых рифов, спасаясь от акул и осьминогов. Высшая степень пластичности проявляется у песчаных змей. Они способны зарываться в песок, изгибая тело серпантином, и исчезать за считанные секунды на мелководье. Но если с гибкостью тела можно проскользнуть мимо врага или укрыться от жары, некоторые предпочитают другой путь – стать невидимкой, слившись с окружающим миром так, что даже опытный охотник не заметит подвоха. Невидимость и маскировка. Мастерство исчезновения на глазах. За считанные мгновения некоторые животные буквально исчезают с глаз, даже если вы смотрите прямо на них. Влажными тропическими лесами Южной Америки ползает листоносная агама – рептилия длиной до одного фута, которая, замирая на ветке, становится неотличима от сухого листа. Ее кожа покрыта полосками и пятнами, а по краю тела тянутся лепесткообразные выросты. Если рядом возникает опасность, агама притягивает к себе лапы, прижимается и даже при близком рассмотрении кажется частью растительности. В австралийских саваннах обитают призрачные богомолы. Эти насекомые длиной всего 2 дюйма маскируются под сухие ветки, а их тонкие ноги принимают форму сучков. При малейшей угрозе богомол застывает, раскачиваясь на ветру вместе с веткой. Хищные птицы пролетают мимо, не обращая внимания на потенциальную добычу. Камчатские крабы, хоть и кажутся массивными, умеют прятаться среди водорослей, благодаря мельчайшим щетинкам, к которым прилипают кусочки водорослей и камней. За несколько недель после леньки их панцирь полностью зарастает чужеродным материалом, и краб растворяется в морском дне. Настоящий рекордсмен маскировки древесный крохотный гекон с острова Мадагаскар. Его длина чуть больше полутора дюймов, а края тела зазубрины так же, как и кора окружающих деревьев. Гекон меняет оттенок кожи под воздействием света и влажности, становясь светлее или темнее за секунды. Гусеницы некоторых бабочек подражают не только цвету, но и фактуре коры или шайника, врастая между шершавыми пластами древесины. Птицы пропускают таких гусениц, приняв их за часть ствола. А ночные совы рода сепуха в Северной Америке при опасности вытягивают тело и поднимают крылья вдоль головы, превращаясь в тонкую, еле заметную колонну, словно засохшая ветка в тени. Даже морские коньки приспосабливаются к водорослям, меняя цвет и отращивая кожистые наросты, пока не станут почти неотличимы от окружающей флоры и фауны. Крылатые кузнечики Африки раскрашены под листья с прожилками и пятнами, а при тревоге двигаются плавно, имитируя колыхание ветрог. В маскировке успех зависит не только от цвета. Некоторые животные умеют даже имитировать поверхности. Древесная лягушка из Амазонки меняет текстуру кожи, становясь шероховатой или гладкой, чтобы идеально повторить мох или кору. Видится, что исчезнуть незаметно, высший пилотаж выживания, в дикой природе работают другие не менее хитрые трюки. Ведь иногда выгоднее не исчезнуть, а наоборот, внезапно стать похожим на кого-то настолько опасного, что охотник мгновенно отступает. Ложные сигналы. Как притвориться опасным? Когда речь заходит о выживании, одни животные мастерски исчезают, а другие разыгрывают опаснейший спектакль, превращаясь во врагов, которых предпочитают обходить стороной даже самые отчаянные хищники. Вот мотыльки семейства бражников из Центральной Америки. Их крылья украшены крупными разноцветными пятнами, идеально имитирующими глаза совы. Стоит к мотыльку, приблизится птица, как насекомое раскрывает крылья, а глаза устремляются на врага. От неожиданности даже опытные сойки и дрозды резко отскакивают назад. Слишком велик риск оказаться лицом к лицу с настоящим хищником. Не менее впечатляющий трюк можно встретить у калифорнийской королевской змеи. Это небольшое, присмыкающееся, длиной всего чуть больше трех футов. Абсолютно безвредно для человека. Но его окрас, чередование ярко-красных, желтых и черных полос копирует внешний вид смертельно ядовитой коралловой змеи. Когда хищник встречает королевскую змею, инстинкт подсказывает держаться подальше. Даже ласки и мангусты, известные своей смелостью, избегают такой встречи. Среди жуков есть настоящие виртуозы обмана. Ложно-караэт из Амазонии меняет свою позу и цвет панциря, чтобы напоминать ядовитого муравья. При приближении птицы жук поднимает брюшко, двигается рывками и имитирует характерные покачивания, свойственные реально опасным видам. Хищник, однажды попавшийся на крючок, запоминает такой сигнал и больше не пытается напасть. Североамериканская бабочка-василиск в состоянии личинки внешне копирует змеиную голову. Ее окрас, выпуклые пятна глаза и манера изгибаться моментально сбивают с толку даже самых проворных воробьев и синиц. Зафиксированы случаи, когда птица бросала уже схваченную гусеницу, испугавшись ее змееподобного вида. В Африке встречается мангабейнская морская змея. Хотя она вовсе не ядовита, ее блестящие желтые кольца на бурой чешуе точь-в-точь такие же, как у смертельно опасной анаконды. Крупные рыбы-хищники и даже акулы стараются обойти морскую змею стороной, рискуя потерять обед. Некоторые лягушки Южной Бразилии демонстрируют на животе ядовито-оранжевые пятна, резко выгибаясь и размахивая лапками при малейшем намеке на опасность. Яркие цвета предупреждают – я невкусный и смертельно опасный. Хотя в действительности яд имеется только у определенных видов. Но глядя на такую демонстрацию, хищники предпочитают поискать что-нибудь попроще. Не только окрас, но и движение становится частью обмана. Пауки-крабики используют жесткие волоски на лапках, чтобы имитировать походку агрессивных муравьев. Муравьи-кочевники отпугивают большую часть своих врагов. И даже если паук не опасен, его стиль ходьбы убеждает хищников не приближаться. Даже безобидные гусеницы из семейства шелкопрядов, обитающие в Аляске, при угрозе резко выгибают тело и начинают трясти головой с такой скоростью, что становятся похожими на ядовитую осу. Многие птицы не рискуют проверять реальность угрозы и улетают. На этом искусство обмана не заканчивается. Некоторые рыбы во время брачного сезона покрываются полосками и пятнами, копируя своих ядовитых соседей по рифу. Так совсем безоружные рыбы-попугаи внезапно становятся похожими на опасных крылаток. И даже мурины не трогают такую добычу. Каждая из этих трансформаций – реальный пример того, как дикая природа не просто приспосабливается, а безжалостно меняет форму, структуру и привычки ради одного шанса на спасение. Эти чудовищные превращения завершают невероятную коллекцию стратегий выживания, показывая, кто действительно хочет жить, готов меняться до неузнаваемости.